Итак, во второй части первого шага, который посвящен выявлению рисков, мы поговорим о том, а что же делать. Ментальных ловушек очень много, но несмотря на большое количество, их можно обойти с помощью структурированного процесса. И это очень важно. Если или как только мы пытаемся управлять рисками интуитивно, мы попадаем в полной мере во все ментальные ловушки, наступаем на все грабли, на которые не нужно наступать. Их обойти можно только с помощью последовательного структурированного процесса, который состоит из трех шагов. Итак, шаг первый. Для того, чтобы рисками управлять, необходимо начать с некого фундамента. Для начала необходимо определить предмет, который вы хотите проанализировать с точки зрения выявления рисков. Что это? Ваша компания, проект отдельный, какой-то департамент внутри вашей компании. Так вот, если это, например, компания, то первое, что необходимо сделать, это структурировать и декомпозировать цель. Так, например, у большинства компаний цель основная – это получение прибыли. Получение прибыли легко декомпозируется на доходную и расходные части. И это очень важно. Вы создаете скелет, на который вы впоследствии будете нанизывать риски, будете нанизывать мясо. Итак, после того, как вы декомпозировали цель до определенного второго или третьего уровня, вы задаете себе очень несложный вопрос. Что может произойти внутри или вне компании, что негативно повлияет на каждый из компонентов цели? Соответственно, что может снизить доходную часть или, наоборот, повысить расходную часть? Так у вас появляется первый перечень рисков, которыми вы впоследствии будете управлять. Это очень простой шаг, но это далеко не все. Нужно двигаться дальше. Пока у вас не сформировалась полная картинка, вы абсолютно точно упустите большое количество существенных рисков. И это абсолютно нормально. Потому что существует второй шаг использования так называемых классификаторов, использования шпаргалок. Шпаргалок много. На сайте Риск Академия я несколько шпаргалок таких, конечно же, вам предоставил. Ну и, собственно, есть ссылка, которая ведет как раз туда. Классификатор рисков подразумевает, что есть типовые категории рисков, которым подвержен абсолютно каждый бизнес. Это как некий чек-лист. Проанализировав риски самостоятельно, вам нужно теперь посмотреть на чек-лист и дополнить ваш список первоначальный теми рисками, которые вы, возможно, забыли, потому что не подумали о них. И классификаторы обычно делятся на несколько типовых категорий рисков. В нашем случае это могут быть внутренние и внешние риски. Внутренние – это все, что связано с командой, с деньгами, с технологией, с процессом производства. Внешне – это все, что связано с клиентом, спросом, конкурентами, законодательством, регулированием, поставщиками. И, отвечая на вопрос, какие еще риски в каждой из этих категорий, которые представлены в классификаторе, актуальны для вашего бизнеса, у вас наполняется картинка. Но это тоже далеко не все. При этом, прежде чем мы перейдем к третьему шагу, здесь очень важно помнить следующее. Если вы проигнорируете первый шаг и сразу же начнете использовать шпаргалку, перескочите ко второму классификатору, у вас получится то, что получается всегда. У вас будет много типовых рисков, но вы упустите уникальность вашего проекта. Поэтому я настоятельно не рекомендую вам перескакивать первый шаг и сразу же заниматься копированием из классификатора. Это шпаргалка, но ее нужно применять очень правильно. Итак, а третий шаг в процессе выявления рисков – это вовлечение сотрудников. Как вы помните, когда я говорил про ментальные ловушки, управление рисками ни в коем случае не должно являться индивидуальным процессом. И это очень важно, потому что никто из нас самостоятельно, даже применяя первые два шага, даже применяя классификатор рисков, не способен выявить весь спектр рисков, которые угрожают вашему проекту или бизнесу. Соответственно, на этом этапе вы самостоятельно нарисовали и декомпозировали цель, использовали классификатор, дополнили картинку. Теперь настал момент вовлечь других сотрудников и коллег в процесс. Сделать это можно тремя способами. Можно общаться с людьми воочию, можно проводить с ними короткие интервью и пытаться таким образом выявлять риски. Можно собирать людей группами и таким образом обсуждать, какие риски актуальны для проекта. А можно ваш перечень рисков, которые вы выявили, запульнуть в виде опросника, дистанционно собрать эту информацию по имейлу или по телефону. У каждого из этих способов есть определенные плюсы и минусы, я лишь с вами поделюсь своим впечатлением. Для меня на протяжении 11 лет, которые я занимаюсь управлением рисками, сложилась следующая картинка, что, к сожалению, опросники являются наименее эффективным способом. Поэтому я пытаюсь их практически не применять. А самым эффективным, как мне кажется, способом – это интервью. То есть общение один на один, где вы обсуждаете, какие риски по очереди с ключевыми сотрудниками в проекте, пытаетесь их выявлять в индивидуальной беседе, в общении. Мне кажется, и моя практика показывает и подтверждает эту гипотезу, что это самый эффективный способ. Возможно, у вас есть сильная культура корпоративная внутри вашей команды, тогда вы действительно можете это обсуждать вместе на коллективной встрече с вашими сотрудниками. Но я предпочитаю использовать коллективные встречи для оценки рисков, а для выявления рисков все-таки индивидуальное общение. Ну и последний момент, который важно помнить – зачастую вам совершенно не обязательно изобретать велосипед. Информация о рисках может быть уже доступна. Либо в публикациях, которые ваши конкуренты публиковали, либо компании, схожие с вашими, которые в других странах или в других частях России сталкивались с какими-то проблемами. Вам не нужно с чистого листа риски анализировать. Задайте себе вопрос, есть ли какие-то отраслевые отчеты, есть ли какие-то презентации с конференции, где, возможно, риски схожего проекта с вашим были выявлены ранее. Ну и, соответственно, после того, как вы риски выявили, их необходимо задокументировать. И раз уж вы будете их документировать, то неплохо бы это сделать в том формате, в котором риски документируют по всему миру. Есть один общепринятый формат, который используется всеми компаниями в мире. Это так называемый реестр рисков. Реестр рисков – это таблица, в которой последовательно описаны риски, их последствия, их оценка и мероприятия по их снижению, а также владельцы рисков. На этом этапе вы выявили риски, и у вас есть достаточной информации для того, чтобы заполнить первую часть реестра, это описание и последствия от реализации риска, и последнюю колонку, где вы сейчас уже можете определить владельца для каждого из выявленных вами рисков. А владелец риска – это тот человек, который будет отвечать за своевременное выявление, мониторинг и управление тем или иным риском. Ну а на сайте Риск Академия вы найдете все необходимые бесплатные шаблоны для того, чтобы и реестр рисков заполнить, и для того, чтобы провести качественное интервью по выявлению рисков, а также несколько примеров, как декомпозировать цели, и, конечно же, вы там найдете классификатор рисков. А в следующей части мы с вами поговорим уже о способах оценки рисков. Их всего три. Можно экспертно оценивать риски, можно оценивать с помощью методики «галстук-бабочка». Это очень интересная методика, я вам о ней расскажу. Но и существуют, безусловно, количественные оценки, способы оценки рисков, о которых мы тоже с вами поговорим. Продолжение следует...